Мара, Брама, Шива, Нарада, но они не в состоянии достичь Кришны. Но Гурангамаха Прагу — это Кришна, когда он расстаривает себя. Радха, Мара — самая сокровенная, бложественная концепция, взаимоотношения, полная, чистая, свободная любви, неосправнённой ничем, даже религии, присутствует в том мире. По милости Гуру Дева мы пришли, как мы понимание, соприкоснулись с этим. После того, как Махапрабу ушёл из этого мира, хотел покончить жизнь с любвиством, пришёл на холм Гаватхана, но в противоположность он нашёл там новую жизнь, нашёл руку Гагаслани, санат Магаслани. И он написал такую мантру «Намаше, что манамо пише, а чипутра мантра с руку». Эту мантру мы читаем во время инициации, так говорит, что по милости Гуру мы получаем всю трансцендентную реальность. Но какова наша способность, вместить безграничное, сколько безграничного мы можем вместить в свой ограниченный ум, в своё ограниченное сердце. Поэтому только безграничная душа, которую мы обладаем, она может пережить подлинное сознание. Он хорошо сказал, что от Господа тебя отделяет гора. Это гора твоего ложного Ягова. Как только гордыня, как только своё ложное Я будет устранено, так сразу же душа высияет. Он сказал, что те дырар по Нама джану не махачь. Но притяне, не только свою любовь, а что это было бы не видимо. А нам до мужа не д overt катанку, Патанпанам. Браджи, это я сикришна санхиртанам. Святое имя очищает грязь нашего ума. Он еще сказал, что нам нам акаель бхуджа, не это амития с моряне, надо это, Это адрес Итава, Крипа, Бхагаван, Маннурки, Куйрвай, Нурдайвам, Нишам, Сарбам, Нанудрага. У меня нет раги, рага это влечение, у меня нет влечения по спеванию святовыми, меня не влечет духовное, меня влечет все, то, что видят мои глаза, я хочу обладать всем красивым в этом мире, я хочу наслаждаться, поэтому мои чувства, они влекут меня во внешний мир, оно сердце, оно... не существует, поэтому только трансцендент, наверное, сможет удовлетворить наше сердце, да, наше сердце подобно путнику в пустыне, который гонится за разными миражами, да, представляя себя в безумии, иногда представляя себя королем, иногда представляя себя монархом, но не более, чем миражи, которые по мере движения к ним, они пропадают, таким образом, где-то описывают материальное существование, противоположности этому, если я буду готов, да, что оставить свое влечение, наслаждение, эксплуатации, если я пойму, что жизнь из жизни, я хочу быть слугой Вайшнава, ну и можно, кстати, жизни, я не столь совершенная душа, но мое служение Вайшнаву чистому предму, оно может сделать нас совершенным, поэтому без Гуру, без Вайшнавов из тех личностей, которые вдохновляют нас, всю жизнь, она не более, чем мираж, и мы очень счастливы в том, что Гуру Дэв, он всегда проливает на нас свою милость, даже тогда, когда его нет с нами физически, остается, сказал, что Гуру Дэв, он такой, что Вайшнав, он живет в Зимуке, есть такая, одна из шлок, слышно, храджа, чин-то вы, чин-то ка-то, что на самом деле говорит, что гуру Дэв, он лезет в языке есть в языке, Мост не сушен. Постоянно мне наслаждение нужно. Надо открыть. Есть возможность открыть окна? Канал. Конечно, надо полностью открыть. Сейчас, пока он комментирует шлокер, я быстро сниму. Я не помню, как переводится первая часть шлокера. Он говорит, что ты, Сарусаса, такой. Ты... Булки, которые подобны. Подобны. Нигде освобождения. Я не помню. Денис, вот, вправо. Отдевает? Нет. И писания говорят о том, что в целом прогресс живого существа проходит очень постепенно. Да. Эй-рупей-брамани-браматей-кон, Бхагаван-джифф, Гуру Кришна-прошады-бай, Бхак-т-хилаты-бус. Многие миллионы жизней, рождаясь, человек обретает то или иное благочестие, чтобы в каждой жизни встречать того или иного гуру. Поэтому писания, они не говорят о том, что там миллион жизней, это нормально. Прогресс. Прогресс. Но в Кали-Югу существует исключение, поскольку Кали-Юга сама по себе это регресс. Это не прогресс. То, что мы видим в мире это регресс. Ну, какие-то там социальные, может быть материальные аспекты прогрессируют, но чем более существо оковано комфортом, интернетом, какими-то объектами наслаждения, тем легче ему забыть Господа. Писание сказано, что на райских планетах помнить о Господе крайне трудно, хотя деваты для тех, кто достигли благодаря благочестию положения жить на райских планетах, но деваты в какой-то степени заняты суровыми аскезами, поклонением Вальдика Марге с правилами, предписаниями. Они поклонятся к Кришне, поклонятся к Дишне правилам в очень жестких рамках. Но когда приходят представители духовного мира, об этом сказано, что в целом существуют законы. Руха Госвами описал, он говорит, что существует очень множество правил предписания, по которым ученик должен квалифицироваться, быть достойным гуру. Но в конце он пишет, но если гуру проливает особую милость, тот, кто обладает этой способностью, он способен упразднить те или иные экзамены, правила предписаниями. Поэтому в этой шлоке сказано, что по милости Бхакти Сиданта Сарасвати Такура нам была дана фактически Рага Марга. Если мы придем в Южную Индию, мы видим, как сложно войти в храм, у нас не пустят храм. И мы придем, скажем, я приехал из Москвы, пустите меня в храм, я ходил вечно, он скажет, пустите меня. Потому что оскверненного кто-то не прошел самскара, ни хинду не может войти в храм. Возьмите письмо из королевского офиса. В королевский офис скажите, я приехал из Москвы. В следующей жизни вы придете в храм. В этой вы можете ходить вокруг храма, пасуете, то есть настолько консервативная религия. Поэтому, когда Шестане Махапрабху приехал в Джаганатхапуре, он был в Джаганатхапуре, он, по сути, с вами преданным не напрягал панд. Панды – это служители Господа Джаганата. Но Махапрабху, он собрал очень маленькую группу преданных. Царь Патапарудра, премьер-министр, главный академик наук, Каши Миша, Фрапана Миша, главный Пуджари. Понятно, Махапрабху тусовался в очень элитном кругу сверх-трансцендентных личностей. И местные панды, они понимали, что достаточно моего присутствия. С Махапрабху приходил фрам Господа Джаганата, ни Рупа Госвами, ни Харидас, Такура, ни Санатан, ни Грагуна, Дас. Никто с ним не ходил в фрам. Махапрабху делать с фрамом – это его положение. А все наши преданные, все наши великие гуру, они даже обходили дорогу, по которой ходили браманы, чтобы не смутить никого. Поэтому естественное поведение преданного – это жить никого не смущая особо. Не смущая других религиозных людей. Некоторые преданные говорят, что надо пойти в искон. Используется с Махапрабху.